Я хочу сделать доклад про дистанционное обучение, про иллюнинг. В двух словах, кто я такой. Я занимаюсь 15 лет разным образом производством курсов различных образовательных, написал кучу книжек, делал кучу видеокурсов. То есть я такой русский салон-хан. Пока еще не было хана, я делал такие курсы на планшетах, на компьютерах. И, может быть, вы встречали мои курсы по-разному IT, по математике, физике и тому подобное. Значит, о чем я хочу сказать? О новых некоторых тенденциях в обучении программистов. Сейчас мы видим, что программиста, собственно говоря, будущего, да, недалекого, а уже настоящего, его надо учить не только программированию, но и, собственно говоря, физике. И давайте более фундаментальное образование, потому что происходит стирание грани между компьютером и устройством. Сейчас современные программисты программируют чайники, роботы, тому подобные вещи, в которых уже существенно в каком окружении и как это устройство работает. Если мы возьмем, там, те же ракеты, чайники, окна, умные дома и тому подобное, программист должен уже представлять не только как котировать, но и в каком окружении, по каким законам, значит, как будут двигаться по песку робота на Марсе, ну и тому подобные все вещи. И в этой связи с другого конца, другая часть вопроса, это то, что, ну так, пафосно немножко, я бы назвал обучением 3.0. Если мы так говорим, что обучение 2.0 это вот разные социальные сети и тому подобное, то обучение 3.0, которое вот сейчас, оно буквально хлынуло, вот два, это возможность обучения при помощи практики, при помощи непосредственных экспериментов, которые проводят вот сами там студенты, школьники. И вы сейчас можете видеть, вокруг нас окружают проекты, которые появились и которые на слуху. Это вот система лаборатории, global lab проекты, вообще таких довольно много проектов. А то, о чем я хочу сказать, он близок проект к Lego Education. Что такое Lego Education? Это леговские конструкторы, леговские роботы, которые давным-давно появились, сейчас используются как инструмент обучения, в частности физику. Проект Lego с, там, несколькими институтами американскими, он заключается в том, что сделать программу институтскую, университетскую, с практикумом на основе леговских роботов. Это проект 2013 года, сейчас вышла третья версия вот этих роботов Lego, которые, собственно говоря, вот в программе физики и привязаны. То есть, мы получаем, что, если мы обращаемся к дистанционному образованию, к, собственно, процессу обучения студентов и всех желающих в отрыве от аудитории, понятно, что вот эти вот все основные атрибуты очного обучения, там, лекции, семинары, экзамены, они автоматизируются. И мы там слушаем видео лекции, делаем онлайн-тесты. Все это практически без ущерба происходит, как бы вот тому, что мы не очень образом учимся будем. А наоборот, даже где-то при нынешнем развитии вот этого e-learning, оно даже лучше, чем очное обучение. Потому что можно, ну, сидя здесь, там, на курсе или на той же учиться у лучших преподавателей мировых. Но, с другой стороны, вот лабораторная работа, если мы отвлечемся, там, от программирования, от математики, где легко сделать практикуму лабораторной работы, да? Уже в плане обучения физике и той же робототехнике, которая, ну, сейчас на повеске дня, уже это не так просто. И вот этот проект Lego Education и то, что я пытаюсь сделать, вот это вот пробелы восполняет. То есть основная идея в чем? Организовать практику на основе, ну, каких-то таких вот бытовых вещей, ну, например, конструктора Lego, да? Не обязательно Lego, а сейчас появляются некоторые конкуренты, но просто их у нас вот на прилавках нету сейчас, да, в России. Я совсем не привязан к Lego, а наоборот, сейчас хочу чем-то другим это Lego заменить, но на сегодняшний день, например, Lego. Lego и гаджетов. То есть понятно, что студентам, школьникам современным, им не хочется сидеть и слушать в аудиториях вот эти вот лекции занудные, да, как бы обучение получать 20-19 век. Им хочется играть в Lego, им хочется играть в эти гаджеты разные, разнообразные. И, соответственно, мы должны их заинтересовывать этим и предлагать им не вот эти вот не старые модели обучения, а предлагать модели обучения на основе того, что им будет действительно интересно. Проект связан с чем? Что мы берем все, что нас окружает, ну, там вот те же планшеты, фотоаппараты, все вот эти вот техники, да, которые сейчас уже стало довольно обычной, и с ее помощью организуем такую практику. Начались механики, ну, например, вот, ведь практически каждый может взять, бросить шарик, заснять это на планшет и потом по кадрам сделать раскадровку и посчитать там ускорение свободного падения, да. Ну, к примеру, мы изучаем там закон семенового дикотипа, как ягода падает с дерева. Есть раньше такие опыты, ну, лет 15-10-15 назад, и вы, если зайдете на, например, сайт MIT, Матсачусетского института, послушаете там видео лекции Релина, которые записаны в 99-м, по-моему, году, вы увидите там кучу каких-то приспособлений, эти стробоскопы, он вот что-то, да, там кидает эти шарики, а потом очень сложно, это надо догадываться, как он это делает, как, собственно говоря, происходит эксперимент. Здесь же, сейчас, с помощью даже вот этих самых простейших телефонов с камерой, мы можем это сделать буквально за пару минут. Вот курс, который я сейчас к этому веду, который сейчас я начал делать, он заключается в чем? Он заключается в том, что некоторым образом переложить, ну, такой стандартный курс общей физики, за основу мы взяли программу стандартного американского вуза, да, она немножко отличается от российского, с тем, что, да, мы кишем это на видео, получается видео лекции, но видео лекции не простые, а видео лекции, вокруг которых находятся задачи-практики. Не только задачи, но фактически некие инструкции, да, как студент может на своих собственными руками повторить вот то, что я показываю на лекции. Причем здесь он имеет свободу выбора. Во-первых, он может, ну, собственно говоря, повторить все то же самое, если он использует телеговский набор, он может его купить, в магазин купить и повторить примерно то же, что я делаю на экране, и потом посчитать. А может просто, если ему или лень, или денег недостаточно, он может посмотреть, как это происходит в жизни на видео, да, загрузить данные, и потом уже имеет возможность потрогать руками, посчитать одно, другое, третье. То есть, ну, едет робот, он же там обвешан датчиками разными, да, даже вот такие игровые роботы. Соответственно, он может померить координаты в зависимости от времени, вот там картинки нарисованы, посчитать там каким-нибудь методом наименьшей квадратов скорость, и все, что вокруг этого, уже на практике почувствовать, чем, во-первых, практика отличается от теории, ну, и, собственно говоря, провести такую полноценную лабораторную работу. Он может это сделать, я повторюсь, руками, повторив то, что он видит на экране, он может взять данные с другой стороны и тоже пощупать руками вот эти данные. Если говорить о инструментах, которые мы используем, то используется MatCat. По возможности MatCat Express, это бесплатный усеченный, сильно усеченный MatCat компании PTC, который можно загрузить с сайта PTC. То есть вот по возможности проект заключается в том, чтобы сделать такой полноценный набор курсов по физике и математике вот с акцентом на такие практикумы. Если говорить о роботах, то здесь еще один пласт практикума. Имеются сейчас пакеты, ну, в частности, вот был микрософтовский пакет, которым я и начал пользоваться. Он платформа независимая, то есть Lego, это там один из десятков поддерживаемых платформ, при помощи которого можно там и визуальными методами, и с помощью кода писать соответствующие программы. Ну, вот так говоря, вот этот практикум еще и смотреть со стороны программирования самих устройств. То есть здесь уже мы учим не только физике, но и даем некоторое знание по поводу программирования устройств, программирования роботов. К сожалению, вот этот микрософтовский пакет, я не знаю, пока мы начинали делать этот курс, как-то он заглох, и не знаю, что с ним будет дальше. Возможно, мы перейдем на что-то другое. Ну, это вот примеры измерений, которые пока, ну, сегодня на сайте нет, но в ближайшее время появятся. Значит, я начинаю сейчас делать два таких курса. Курс по мат-анализу, по высшей математике, курс по классической физике. Значит, здесь структура та, о которой я сказал уже, это будут видеолекции, вот этот практикум, который привязан к маткаду. И мне хочется попробовать сделать, ну, такой онлайн типа форума общения с ответными студентами, которые зарегистрируются. Вот тут. Собственно говоря, вот такое сделает полноценную сейчас модель дистанционного курса. Основное, о чем я хотел сказать, это вот о практикумах, которые я предлагаю буквально на основе того, что находится под руками и под ногами, повторить. Ну, и, собственно говоря, дальше я немного говорю о маткаде, которое центральное место в практике. В частности, в математической, вот этой, в курсе по математике, ну, там есть практика на маткаде будет, по возможности на маткаде экспрессии. Но здесь какой-то новизны особенной нет, здесь, ну, практически. Опять-таки, интерес только в том, что, ну, в каждой лекции вот некоторое количество материалов, которые студент может сам пощупать, потрогать, поменять параметры и научиться, на мой взгляд, тем наиболее эффективным способом, то есть делать что-то руками, освоят эти общие курсы. Собственно говоря, вот, ну, то, о чем я хотел сказать, если там осталось некоторое время, то будут вопросы. Коллеги, пожалуйста, по вопросу. Я просто говорю, что у вас не клиент, а наизуально, и справа, что используются. Ну, там, вроде бы, по визуально, да, ну, как говорили мне. А вот мне распактывали формы с использованием электричества. Кому? Да, я спасибо за вопрос. Действительно, у Майнсторма там есть свой такой птичий язык программированный для детей. И я его не бросаюсь в Максим, да. Все, что вот я пытаюсь сделать, ну, не совсем вовсе, там, кое-что, какие-то примеры на нем, действительно. Но мне вот хотелось сделать платформу независимую вещь. Я взял вот эту Microsoft, так как это называется, Microsoft Robotics Studio. Это некая применщик, бежон, с ним, для... Которая умеет вот разные роботы, да, программировать. Там есть аналог вот визуального языка. Вот если вы видите, вот это вот фактически визуальная программа для робота Lego, да? Не обязательно Lego, по-моему, да? Ну, конкретно вот этой, по-моему, даже нет. Ну, какие-то используются блочки, которые относятся к ним. Вообще, это платформа независимая штука. Это мне очень понравилось. Год назад я на это набрел, совершенно случайно. Но вот дальше вот это затормозилось. Сам проект микрософтский, я не знаю, что с ним происходит. Я знаю, есть акулсовский проект, по-моему, называется, он, по-моему, гордый секунду, мы помним. Ну, спасибо, да, вы назвали как роботник. Роботник, ну, посмотрим. Честно говоря, я думаю, может быть, немножко поменять акцент и от Lego отойти вообще роботник. Какие роботники? А, я не могу? Может, это происходит потом, потому что еще и человечество вопроса. Так, ну, раз, все, было. Вот, я даже могу сказать, пожалуйста, вот, о том, как бы, для микрософт, просто как бы, это робот, да, и самая и целая, путь на самом деле. Значит, вы, когда задумаетесь получением, значит, является для вас важным, что вот робот, созданный из кубиков, то есть робот, вообще говоря, который вы бы разобретены край, По сути, это Рома. Потому что и там, и там. То есть реальные аспекты, которые связаны с роботиками. У меня, насколько я помню, это Рома. Он в свое время представляет Женя Ивановиченко. Ну вот, значит, в зависимости от того, поставишь на какую поверхность, он то постоянно двигался, то не очень двигался. Ну то есть вот многие вещи, которые вот из названия роботик будут, когда это для детей, там, первая радость, то есть делать то, что делалось когда-то было, это один из проблем. Вы будете это учить, начинаться. Не только используя там совершенно, так сказать, замечательные вещи робота, и так далее, но и спекулировать. Потому что это не оно на самом деле. Понятно. Значит, ответ следующий. Вот моя задача была следующей. Я хочу сделать курс там, ну по физике, да? А на самом деле курсы, которые у меня появились, это калька с курса MIT. Я взял курс на зачетстве технологического. Там свои опыты, да? И в некотором авторском исполнении я их хочу изложить, да, в русском языке с авторским взглядом. И дальше я задаюсь вопросом. А какой набор я могу взять вот себе для того, чтобы студентки дистанционные смогли повторить и сделать то же самое? И дальше я иду в магазин и смотрю. И кроме вот этого легоского робота я не вижу ничего. Ну что мне надо? Мне надо показать, что там колеса крутятся, он едет, там скорость. Робот это не самоцель, а в моем случае это, ну, как бы инструмент для того, чтобы показать физику. трение там. Да, он где-то местами не есть, где-то он для школьников, где-то для ребенка. Вот для этого. И может быть я и отойду от этого лего. Мне не очень нравится все. Ну, там у нас датчики невозможно купить. Наверное, из Амазона выписать не для датчиков. Там есть пять датчиков у него и все. Пожалуйста, вопрос. Вопрос, собственно, по финансированию окупаемости. Кто, зачем и как там? Да, финансирования нет. Ну, скажем так, не совсем нет. Я вот, я сказал, я 15 лет делаю эти курсы. В отличие от Харм, значит, который сидел на кухне и делал, ну, просто на свои деньги, да, я не делал никогда ничего вот за бесплатно. То есть, ну, под этот курс тоже есть небольшие партнеры. Да, я не буду там называть курочку по зернышку что-то. Фактически финансирования нет. Это инициативный проект. Основное, вот, мои затраты как-то. В двух словах, да, еще можно, раз уж о финансировании, я сейчас, приходится зарабатывать просто на эти проекты, приходится зарабатывать. Вот этот курс, который здесь можно зарегистрироваться, он бесплатный. Я планирую бесплатно. То есть, это свободная регистрация. Мне просто самому интересно, что получится. Я, в том числе, приторговываю Маткадом. Я сейчас работаю, ну, можно громко сказать, работаю в компании PTS. Это reseller PTC. Маткад – это как бы побочная, совсем такая маленькая деточка, которая денег мало приносит, мы решение для промышленности даем. Ну, вот одно есть. А вы пытались сравнить обучение физики, когда или смотрят видео, или купили робота, и обучение физики, когда или смотрят видео, или купили коробку или нет? Нет, я ничего не пытаюсь сравнить, и здесь я делаю, что называется в этой гостинице, я директор. Я делаю то, что мне интересно. Я бы учился так же, я это и делаю. И потом все люди разные. Кому-то там интересен южный физик и эффективнее там в тысячу раз, а кому-то эффективнее лего и вот эти гаджеты. Мне очень нравится, что это на лего замкнуло, потому что лего там вот гаджеты, фотоаппараты, кидание телефонов – это фик-тип-тип-тип. Спасибо большое. Спасибо. Можно вопрос? Вы несколько специалистов ничего другого нет, а немецкие фишеры, американские бензи, недорогие? Вы можете купить, где он в магазине? Вот я ухожу. Фишер. Да. Ну отлично, дайте мне сообщение. Потом что ли? Фишер, я не знаю, часто. Если я это делал, то он дешевле. Я нигде не рекламирую совсем, даже говорю, я наоборот хочу выйти от лего. Скажи мне. Скажи мне. Скажи мне. В 30 секунд. Вот я просто, во-первых, вот все, что вы делаете, замечательно. Я хотел сказать, что вот когда мы занимаемся обучением коммерческого студента, то есть некоторые очень важные моменты, связанные с опытом. Вот когда есть реальный опыт, то в реальном роботе, значит, когда его программируется, ты совершенно сразу понимаешь, что там вообще, как я говорю, очень много физики, очень работы их окружения. Я до сих пор студентам рассказывал, как когда, например, 21 лет назад создавал технический университет паборатория на КВН, и было реальный робот-инвестор, который, значит, мог там поворачиваться и так далее. Значит, я лично вот этим роботом, да, были всякие интересные моменты, типа, там, вот, разумеется. Очень важная задача. И очень просто с этим роботом, если здесь попривали, как понимают, сэжекторы, потому что он очень интересен. Вот есть один момент. Еще это, например, компьютер выключился. И робот подумал, смотри, его кроет, и подключил. И меня вот так вот, и шаг, 3 сантиметра, буквально, и метров было осталось, потому что я отшелся. Вот это разница. Знаете, искусственность и реальная жизнь. Вот программирусты должны вот этому учиться. Спасибо. Большое спасибо, Дмитрий.